Люба, наверное, тоже, да? Нет. Вы прям все видели. Вы будете стоять, Вячеслав, приседайтесь, пожалуйста. Все мы сидим, за исключением наших организаторов. Во-первых, я хочу сказать, что потрясающая музыка в конце звучит, вы обратили внимание? И я сейчас из титров узнала, что это, я так понимаю, брат нашего продюсера Юлия Мишкиньяна. Я у нее сегодня спрошу, потому что когда-то я смотрела этот фильм на гаджете, когда его создали, уже собрали воедино, и, конечно же, моя мечта была посмотреть его на большом экране. Я планировала это сделать сегодня, но, к счастью, меня забрали и показали потрясающий музей. Я просто нахожусь под таким впечатлением, серьезно. Я бы, честно говоря, начала бы тут, в этом музее. Особенно в одной комнате, где говорится про Конституцию Российской Федерации. Сейчас будет очень актуально. Да, кстати, картина тоже имеет отношение, потому что в Конституцию будет внесена такая поправка, как брак – это мужчина и женщина. А картина все-таки достаточно вольно трактует, мне кажется. Я к тому говорю, что на самом деле сейчас я должна сказать имя нашего продюсера еще раз, потому что все эти пять новелл, которые она собрала, она являлась, так скажем, с началом, треугом этого фильма. И, как мне рассказывала Наташа Меркулова, которая сняла новеллу с Викой Толстагановой и с Викой Исааковой сестры, что идея сделать вот такой фильм, объединяющий все эти новеллы, конечно, идея сама началась вот с этой картометражки «Сестры», с этой новеллы. Вот и еще раз. Юлия Мишкинене. Юлия Мишкинене. И большое ей спасибо за то, что она сделала, вот объединила эту идею в такую красивую. За многое спасибо, потому что она действительно сегодня воплощает такой образ независимого продюсера. Она не работает с крупными бюджетами, но она работает с новыми именами, с новыми какими-то красками нашей жизни, что в этой картине, мне кажется, достаточно полно отражено. Ну вот, насколько я знаю, имя Ксении Середы, оператора-постановщика, нашего, нашей новеллы, и как раз новеллы «Сестры», это как раз вот открытие имени Ксении Середы, которая сейчас просто снимает... Ксения Середа, которая сняла «Дылду», например, «Абалагу», чтобы было понятно. Ее как раз... Тоже, кстати, женское кино, да? Насколько не женские профессии еще каких-то 30 лет назад, операторская профессия, тем более, да и режиссерская тоже. И сегодня мы имеем возможность вам показать вот такой «Альманах», но все-таки еще два слова про Юлию, потому что мы ее, вот мы кинтографисты, ее открыли, когда появился фильм как раз Натальи Меркулова и Алексея Чупова «Интимные места». Она вообще кандидат психологических наук, насколько я знаю про Юлию. Она ушла из своей, так сказать, основной сферы, но как-то вот, наверное, кинематограф сделал, так сказать, сферу применения вот этой своей профессии психолога. И вот то, что, когда на кинотавре показали фильм «Интимные места», очень смелый, дерзкий, и в то же время абсолютно, я бы сказал, девственное самоотношение к этому предмету. Про суть. Где нельзя было, ну, в чем-то заподозрить скабрезным эту картину, да? Она была абсолютно медицинская с этой точки зрения. Вот. И, во-первых, она открыла эту прекрасную пару Чупов и Меркулова. Вот здесь Наташа Меркулова как раз режиссер, да, была моя сестра, о которой Люба говорила. Вот. А в остальном мы видим здесь четырех женщин и один мужчина. Эти вот очень женские истории. Ну, вот я думаю, для повесловия мы сказали достаточно. И я думаю, что не так все гладко в этом случае, потому что вообще создатель-монах – это собрать очень разные фильмы, где многое зависит все-таки от конкретных создателей. А уж как-то их представить грамотно, четко в каком-то одном, уже, так сказать, том сюжете, который образуется поверх вот каждого маленького сюжета, это, надо сказать, очень непростая задача. И с этим, мне кажется, в этом фильме есть свои проблемы. Но мы сейчас должны вас послушать, ваши вопросы. И, может быть, даже лучше, если вы начнете с ваших впечатлений. У нас есть два микрофона в зале, вы можете поднимать руку, мы проведем. Здесь никто не стесняется, здесь люди всегда высказываются очень прямо. Ну, как вы думаете, о чем вам сейчас рассказали? Фильм называется «Очень женская история». Ну, такое название, да, вот. «Очень женская история» – по сути, это все на свете. А можно поиграть в игру «Слабое звено». Какую на вылогу вы бы исключили точно из этой картины? Или, наоборот, оставили одну, которая вам больше всего понравилась? Возможно, очень женские истории повергли в шок. Видимо, это были слишком женские истории. Ну, на самом деле, когда меня пригласили в новеллу Лики Ятковской, нашего режиссера, и дали мне прочитать сценарий, и сказали, что я буду работать с Лукерией Ильяшенко. А Лукерия тогда только-только-только-только появилась. И даже Юля меня спросила, ты знаешь такую актрису? Я сказала, нет. Я ее открыла для себя, ну, вот, на съемочной площадке. Фантастическая, невероятно, ни на кого не похожая, с очень ярким, таким своим индивидуальным каким-то мировоззрением. Лукерия и диджей. Потрясающий у нее, потрясающий инстаграм. Просто я вам всем рекомендую. Просто как чтиво. Мне кажется, что это Ильф и Петров просто спускаются к ней в инстаграм и пишут там, потому что она невероятно остроумная, очень честная, открытая и такая дерзкая. И внутренне абсолютно целая, потрясающая, и очень красивая актриса. И прямо на месте, мне кажется, в нашей новелле. И снимали мы в том числе и в Суриковском училище в Москве. Собственно, вот эти сцены с уроками рисования. Я впервые побывала там. Я впервые видела, как студенты в училище приходят в 9 утра и уходят в час ночи для того, чтобы научиться чему-то. Нужно очень много времени. Это такое святое место. И на самом деле все вот эти сцены, и эротическую сцену, которую мы там сделали, и сцены с рисованием, это все делалось на коленке. Не было никакой раскадровки. Мы просто вошли в объект, и девочки сказали, ну, куда пойдем? И мы прошли именно Ники, там у Фракийской, там стоит такая копия. И я говорю, ну давай вот здесь, вот в этом классе. Потом пришла натурщица, с которой мы рисовали. Вот. Я тогда тоже увлекалась рисованием, и есть у меня несколько работ. Я до сих пор, на самом деле. Вот так. Во время съемок, да? Ну, такой был период. Я делала в том, что я очень много гастролирую по стране. У меня есть один спектакль «Мастер и Маргарита», с которым я, мне кажется, побывала уже везде. Ну, то есть мы объездили все вот от нашей, на территории нашей страны, все от Владивостока и даже дальше. Мы в прошлом году были в Анадыре, в Пургук. Незабываемые впечатления. Еле выжили, на самом деле. В Анадыре, да. Здесь этот спектакль был, как я помню. И этот спектакль здесь был неоднократно. И в Калининграде мы были. И вот сейчас мы собираемся ехать на гастроли в Германию. И в Италии мы были с этим спектаклем. И в Лондоне уже где-то только не были. Но каждый раз, когда я приезжаю в русскую глубинку, у меня с собой есть такой маленький скетчбук, где я зарисовываю сердцем лицо города. Иногда бывает так, что в старинных, удивительных, самобытных русских городах полностью стирается идентификация его. То есть город совершенно не... Ну, как бы, нельзя его почувствовать. И когда ты приходишь в древний храм какого-нибудь там 17-18 века, вот там-то как раз ты и чувствуешь дыхание вот этой вечности, которая, к счастью, не стирается из памяти твоей. И часто у меня прям у меня целая тетрадочка есть таких зарисований. Может быть, Екатеринбург тоже присутствует? В Екатеринбурге я очень люблю несколько мест. В Екатеринбурге я очень люблю музей Невьянской иконы. Ну, просто Евгения Вадимовича Ройзмана. Я считаю его одним из самых великих людей современности. И прям благодарю Богу за то, что мы живем с ним в одно время. Потому что такой простоты, харизмы и такой любви к месту, где он живет, к тому делу, которым он занимается, к людям, которые к нему приходят, я не видела никогда. И больше того, в России существует всего два музея русской иконы. Оба они частные. Один находится в Москве, на Оклоафонском подворье. Он принадлежал, ну, сейчас он принадлежит семье Абрамова, который разбился в прошлом году. Он как бы принадлежит фонду Абрамова. И вот музей Невьянской иконы здесь. А еще что здесь, кстати, несколько мест? Художественный музей я очень люблю. И плотинка. Мне очень нравится плотинка. Я даже бегала по плотинке как-то за компанию вместе со всеми, кого Евгений Владимирович собирает побегать. Я люблю бегать и считаю это своим, ну, как сказать, таким способом медитировать, что ли. Мы сделали все, чтобы увести вас от картины. Но я начала, на самом деле, рассказать, как мы работали над картиной. И мне прислали сценарий чудесный. И там в этом сценарии вполне такой, ну, как сказать, избитый сюжет. Ну, что там, в двух словах, в общем, все могут это назвать. Там муж изменяет, да, если говорить буквально. Вот. И удивительно совершенно наш режиссер начал рассказывать эту историю. Историю женщины, которой невыносимо больно, потому что это не может быть не больно. Не может быть не больно. Которая решает, вместо того, чтобы сказать, ах так, у тебя, значит, ну, покажи телефон. Она идет вот таким вот удивительным, длинным, фантастически красивым путем. И судьба ее ведет таким образом, что она просто отдает себя в руки судьбы. И в конце концов она понимает, что это девушка, с которой она подружилась, и есть, собственно, та ее... Я даже не знаю, разлучница, соперница. Ну, некое начало, которое способно разрушить ее жизнь. Потому что женщина уже очень боится остаться одна, как мне кажется. Просто это такой животный страх, потому что она просто боится умереть от голода, в том числе. Если она будет одна, ну, где-то если так покопаться, то там в итоге лежит вот в основе вот этот страшный страх просто одиночества. И в итоге, ну, как объясняют психологи, просто страх от голодной смерти. Вот. Поэтому она идет таким очень длинным путем для того, чтобы без насилия, нигде не нарушая свою целостность, все так выстроилось для того, чтобы все все поняли без ненужных объяснений эмоций. Или в конце, знаете, как говорят, месть – это блюдо, которое подают в холодные люди. И вот я не про месть. Ее месть там, про месть не было никакой. Хотя такой взгляд, она меня просила, мы четыре дубли снимали, чтобы добиться этого взгляда в конце такого, ну, типа, корону. Я убедительный. Корону забираю я. Вот. Но на самом деле там была еще одна сцена, которую я очень хотела снять, и мы ее сняли. И Ксения Середа сняла ее блистательно. Мне очень хотелось хоть где-нибудь попросить Вику намекнуть зрителю на то, что этой женщине невыносимо больно. Ну, то есть ей загнали просто иголки под ногти, вот, и заставляют улыбаться изо всех сил. А она испытывает вот эту страшную невыносимую боль и ужас. И была сцена снята, где она должна была таким монтажным, такой монтажной бресткой в самом неожиданном месте появиться. Сцена чудовищного избиения моей героини, вот это его героиня Лукелья Ильяшенко. Чудовищного, ужасающего, кровавого. Фантазия. Это вот, это должен был быть такой, как символ того, что внутри у нее творится в тот момент, когда она... То есть это как бы и реальная сцена, на самом деле. И реальная такая сцена, некого вот такого, вот такой вот ненависти. И я очень благодарна Вике за то, что она не включила эту сцену в короткометражку ни в каком виде. Наша новелла осталась чиста. А вы знаете, у нас новости, у нас человек хочет сказать о фильме, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Любовь, во-первых, мне бы хотелось выразить признательность за актерский состав. Я передам ее обязательно. Спасибо. Я подписана на Ваш инстаграм, отслеживаю. И добро пожаловать в Екатеринбург. Спасибо. И в связи с просмотренной картиной у нас, конечно же, с подружками возник вопрос. Вот как лично Ваша героиня оценивает тот факт, что несмотря на Вашу молодость, Вашу красоту, я имею в виду героиню, и у Вас лично, конечно же... Я не знаю, почему все-таки муж гуляет? А, ну, вечно, это же национальная русская женская забава. Ну, выяснить, почему же муж гуляет. Ну, начнем с того, девочки. Можно так? Да, в зале всего 9 мужчин, и нас строил этому. На самом деле, я не думаю, что я скажу что-нибудь в какую-то новость. Уже учеными доказано, что мы никак не можем понимать друг друга. Ну, море книг на эту тему написано. И что мужчина никогда не поймет женщин, а женщина никогда не поймет мужчину. И на самом деле, мне кажется, что вот это стремление, то, что мы называем, то, что девочки называют, гуляет, да, это его единственная, естественная потребность. И это очень трудно принять. Ну, потому что, ну, как бы так, если брать мужчину такого первобытного, да, он же очень быстро умирает. Он там умирает от рам сотоварища, от войны, от охоты, там, от всяких разных болезней. Ну, то есть, по сути, недолго должен прожить мужчина. И для того, чтобы как-то очень... Берпенсировать его. Спасибо. Он должен как-то распространиться быстро. Короткий срок. Поэтому вот это какая-то, наверное, архаическая, вот у него животная такая вот способность, желание, особенно. Которую цивилизация пытается все время пригладить. Нет. Вот. И женщины часто не задумываются на тему того, что, ну, вот... На самом деле, чудесный рассказ есть у писателя Маленкова, Александра Маленкова, главного редактора журнала «Максим». Чудесный есть рассказ на эту тему, я его недавно слышала. Он называется «Дорогая, ты определись». Ты хочешь, чтобы я, значит, был такой красивый, накачанный рядом с тобой, шел, и все бы женщины смотрели на меня, тогда... Ну, не надо говорить, чтобы эти женщины на меня не смотрели. Ты говоришь о том, что я должен, значит, разговаривать с тобой о возвышенном, но тогда не надо меня просить починить стиральную машину. Ну, там, или что-то там еще починить. Потому что, конечно, сейчас уже цивилизация придумывает другие способы починки. Вот, но все равно тогда не требуй от меня вот этого настоящего мужского, брутального вот этого вот охоты на мамонтов не требуй. А женщине все равно хочется охоты на мамонтов от мужчин, все равно в какой-то момент же. Потому что иначе это же просто... В чем его мужественность заключается? Ну, вот надо понять, мне кажется, что мужественность мужчины заключается в том, что он гуляет. В том числе. То есть это надо как? Простить, понять? И это не надо не простить, не понять. Это надо принять. Принять. И мне кажется, что принятие этого факта, это и есть самая главная женская задача, мне кажется. Вообще принятие как особенность сердца. Принятие. Потому что есть другая точка зрения у мужчины, которую он вам не будет высказывать на всякий случай. Мне кажется, надо мужчин спросить. Мужчины. Но вы почему гуляете? Вы как-нибудь... Они могут сами не знать. Это потому что внутри сидит вот это... Ну, а иначе не будет... Вы понимаете, на Востоке очень много написано на эту тему литературы. Почему-то в православной традиции христианства отрицается любая сексуальность. Вот я только что вернулась из Индии. Я не к тому говорю, я православная. Нас православной головной рукой не возьму. Но там, понимаете, целый праздник, неделю народ празднует, как их верховный бог Шива. Очень красиво ухаживает за своей женой. И в день, когда они должны соединиться, весь народ встает и говорит, да, да, на берегу морском, значит, молодой месяц, луна, очень красиво все одеты, весь, вся страна собирается в нескольких местах, значит, священных, где празднуется именно это. И там дальше, на этом прям строится весь эпос. Но мы живем в такой традиции, когда... Очень тихо, очень тихо. Ну, кино все равно вы снимаете о другом. Нет, мы просто пытаемся разобраться в вечных вопросах. Конечно, весь зал сейчас поделился на тех, кто все-таки хочет как-то понять и простить. Но по взгляду я вижу, что все-таки все хотят к ответу призвать. Ты че гуляешь? Такой раз такой. Никто не хочет диалога. Вот этот диалог никак не получается. По разному роду причинам. Наверное, может быть, потому что женщина не готова услышать ответ. Меня когда-то в юности моей, когда я вышла замуж в первый раз, мой муж, Егор Кочеловский, спросил, ты действительно хочешь знать ответ на этот вопрос? Я сказала, нет. Нет. Поэтому каждый раз, когда вы задаете такие вопросы, вы должны понять, вы действительно хотите узнать ответ на этот вопрос. Или, может быть, все-таки лучше, как моя героиня, как мне кажется, опять же, я пыталась донести именно это, понять, что все на свете можно сделать красивым. И ничего, кроме этой красоты, как говорит Достоевский, да, красота спасет мир. Как мы относимся вообще? Что такое красота? И почему она спасет? Почему она уже не спасла? Она где-то у нас спасет. Мы все время надеемся на то, что все будет по-человечески. Что всегда можно договориться. Что прежде вот этих хищнических отношений, где женщина закидывает плесну, а мужчина глотает, потому что он на инстинкте все время. Вот. Прежде этого есть дружба. Прежде этого есть, ну, все мы дети одного создателя. И всегда можно сделать все красивым. Даже когда жизнь поворачивается таким страшным боком, которые, вообще, есть такие вещи, которые принять невозможно. Но в этот самый момент ты должен понять, что если это случилось с тобой, значит, в этом нет никакого виноватого в округе. Это случилось именно с тобой. И это твой урок. И это твое. Вы сегодня в роли адвоката мужчин. Да. А кино при этом абсолютно анти-мужское. Почему? Мне кажется, это кино придумано для того, чтобы мужчину а куда-то взять и задать. Каждый мужчина там дичит. Друг мой дорогой. Пойдем сходим в кино. Мы уже с тобой посмотрели фильмы Гая Ричи. Вот сейчас вот эти вот прекрасные, которые вот чудные. И все. Уже с твоим. Мы посмотрели. Пойдем сходим еще вот на это кино. Там чуть-чуть тебе расскажут про меня. Я заснула, а ты посмотришь. Ну что, я не прав, что здесь мужчины-то показаны в довольно непреглядном виде. Они просто тусклые, неинтересные. Стоит ли вообще за них бороться? Вот так, честно говоря. Что ж, не буду насилить и там в одной из дворых. Пожалуйста. Добрый вечер. Знаете, я в первую очередь хотела бы сказать вам огромное спасибо вот за этот творческий вечер, который, наверное, из нашей рутины у нас просто возвращает в какое-то, дает нам возможность, наверное, еще один какой-то такой шанс забыть о нашей круговерте и задуматься о том, как мы живем, о том, как вокруг все живут. А что касается именно вот вообще всех этих женских историй, да, вот все, которые мы посмотрели, вот по сути, немного времени было для анализа, как бы, чтобы прям уже совсем там глубоко все подумать, но вот во всех этих историях вот главные героини, они, в общем-то, они проигравшие, они выигравшие, они, так скажем, каждая, ну, очень разные истории, да, но вот вы говорили, в первую очередь должна присутствовать доброта, мудрость. Вот то, о чем вы говорите. Вам огромное спасибо, что вы вот это вот несете вот всем нам. Хочется, чтобы побольше народу всего этого слышали, чтобы вот к этому почаще возвращаться и не забывать вот о себе, об окружающем, и в этом самом деле нести доброту. я вам огромное спасибо. Моя дорогая, спасибо вам большое. Я должна признаться, что это первый творческий вечер, и меня обманули. Сказали, что я приеду представить картину, и я думала, что мы будем вместе с Юлей здесь, и мне не придется проводить никакого творческого вечера. Я всю свою сознательную жизнь пытаюсь визнуть от этого, вот, потому что мне кажется, что все-таки артист, он, Алексей Вадимович Баталов, мой мастер, он всегда избегал всяких творческих встреч. Но, тем не менее, нашлись, слава Богу, люди, которые вызвали его, и, значит, все-таки привели, и он уже не смог отвертеться, и я им очень благодарна, потому что в сети есть несколько его творческих встреч, и он говорит какие-то такие вещи действительно на вырост. Вот как он с нами общался, когда он впервые пригласил меня для собеседования к себе в Деканат, он задумал мне самый главный вопрос в моей жизни, чем я отличаюсь от всех остальных. И это вопрос не только для меня, это я вот каждому сейчас даю возможность подумать, чем ты отличаешься от всех остальных. Никогда на этой планете не было человека похожего на тебя. Никогда не было человека одинакового с тобой чувствующего. природой так придумано, что ты живешь один раз вот в этом теле, вот в этой внешности, вот с этими мыслями, с этими эмоциями сейчас сию минуту. тебе не все равно, почему твой муж гуляет. Ну вот честное слово, ну ты один раз живешь, ну то есть и все почему-то хотят выстроиться в общую очередь вот этих вот вопросов вот про про эту боль. Ну ты сядь и разберись, почему твой муж гуляет. Внутри себя найди ответ, а не вот у мужа своего. Но есть причины. По какой причине вы с ним ни разу на эту тему не поговорили? Ведь мужчина и женщина могут связаться друг с другом только при помощи языка. И то это, знаете, такая система символов очень нелепая какая-то. Потому что одно слово, вот измена, например, я вообще не понимаю, можно только себе и богу. Это значит, что это просто неосознанность. Тогда ты не понимаешь, кто ты. Тогда ты не понимаешь, зачем ты рядом с этим человеком. Тогда ты не понимаешь, что ты любишь, чего ты не любишь. Тогда тобой движет нечто, а ты ничем не движешь никуда. Тогда не задавай вопроса, почему у тебя плохая зарплата, например, почему ты там не состоялся, что твоё мужское вот это вот то, чего ты там в себе вот так вот носишь. Не задавай вопрос, что ничего не получается. Потому что у тебя нарушена связь мужского и женского. Ну, как бы вот твоей женщиной, которую ты выбрал. Которая выбрала тебя. На самом деле. Да, потому что выбирает всегда женщина. И ты себя любишь.